здравствуйте уважаемые трейдеры сегодня как и прежде обсудим с вами фундаментальные события и их влияние на динамику основных торговых инструментов и давайте начнем сегодня снова золото которое упало в четверг почти на 3 процента а серебро более чем на 5 процентов поскольку как сообщило министерство торговли розничные продажи в сша в августе выросли на 0 7 процента по сравнению с предыдущим месяцем а ожидалось снижение на 0 8 процентов и такие сильные данные урочных продажах в сша подняли доллар и снова дали повод на рынке для ставок на то что федеральная резервная система может все же ускорить сокращение своей голубиной то есть мягкой монитор монетарной политики после падения золота цены на него консолидируется на уровне в 1755 и если не будет закрепления ниже этого уровня тогда мы можем видеть такой некий отскок в район 1775 1780 и далее поговорим о валютной паре доллар сша канадскому доллару где канадец упал в четверг по отношению к доллару то есть пара выросла поскольку инвесторы взвесили данные отчета по канаде свидетельствующие о неком ослаблении активности так по данным статистического управления оптовая торговля канада в июле упала на 21 процент по сравнению с июнем что является самым большим падением с апреля прошлого года такое замедление было вызвано снижением продаж под секторе строительных материалов так как цены на пиломатериалы резко упали валюта продолжает торговаться в диапазоне от 126 20 до 127 от верхней границы которую можно аккуратно делать ставки на укрепление канадца однако все-таки основной тренд по паре растущие поэтому возможно безопаснее будет дождаться закрепления пары над уровнем 127 где уже можно будет делать ставки на укрепление доллара сша хотя бы до уровня 1 276 и теперь снова возвращаемся к динамике цены американскую нефть wti где она в четверг сначала немного упала но стабилизировалась удержавшись на уровне выше 71 8 долларов за баррель это в преддверии почти семи недельного максимума днем ранее чему способствовало большое падение запасов сырой нефти сша и при этом ожидании восстановления мирового спроса как мы и обсуждали с вами ранее цены на wti еще могут вырасти выше текущих к уровням 74 доллара но скорее всего потенциал роста уже будет ограничен однако если попытки опек плюс настаивать на увеличение добычи будут безуспешны то вполне вероятно что цена вырастет и выше 75 долларов за баррель но вот если увеличение предложения опек плюс состоится то эту свою очередь может оказать существенное влияние на рынок еще до того как спрос восстановится полностью что приведет к снижению цен на уровне к уровням 70 долларов или ниже а дополнительные продажи сырой нефти и стратегических запасов китае вероятно станут еще одним катализатором снижением цен на нефть и теперь переходим к экономическим событиям на сегодня это будут данные из великобритании по розничным продажам в 9 часов утра по восточноевропейскому времени и далее у нас отчет по индексу потребительских цен еврозоне в 12 часов и индексу активности потребителей от мичиганского университета в америке в 17 часов по восточно европейскому времени друзья у меня на этом на сегодня все спасибо вам за внимание желаю вам успешной торговли и отличных выходных